Поехали! Продолжаем разговор. Марина Макарова. Но помимо того, что сказительница, она еще и автор написания замечательных сказок. Кстати, давай немножечко поговорим про авторство. Ты это сама писала или у тебя есть авторский коллектив? Да, это, конечно, авторский коллектив. Вообще все, что касается уроков родовой мудрости, это не только моя работа, это работа коллектива, причем работа, как вы понимаете, даже по тем эфирам, которые уже с 2015 года идут, длится уже далеко не первый год. Поэтому все то, что будет излагаться в наших эфирах, это не просто осмысленно, это уже прожитый опыт, это уже то, что стало на сегодняшний день знанием, конечно, не менее одной. Как-то укажешь, может быть, соавторов? Ну, один из соавторов – это Сурияр, он предыдущие эфиры ввел. Хорошо. Остальных пока я не буду раскрывать. Понятно. Хорошо, хорошо. Теперь еще такой вопрос. Все-таки это сказ, сказка или, блин, в каком формате? Может быть, сказочная притча? Ну, как-то они назвались уже сказами, я думаю, на этом пока мы и утвердимся. Сказ. Потому что как-то здесь не просто сказывание, а вот такая проходит канва обучения, сказка ложь да вне намек, кто познает тем урок. И так вот… Безусловно, все русские сказки на этом и построены. И я думаю, те сказки, которые исконные наши, они не просто народная мудрость, а это народность, это мудрость ведающих, которые так и излагали. В каждой сказке ведь было заложено какое-то очень глубокое смысловое зерно. И то, что мы сейчас излагаем, это тоже, конечно, это не просто сказки. И то, что в них прочитывается по глубине, это очень многослойное знание. Я могу сказать совершенно точно, что если бы вот всё то, что сейчас в этом сказе изложено, я бы попыталась изложить академическим языком, это был бы текст, ну, скажем так, страниц на 100-150. Я очень надеюсь, что слушатели считывают разные уровни смыслов и глубины этого текста. Безусловно, сказы надо читать не один раз, чтобы вникнуть в то, что туда вложено. Но сила слова вот именно в этих сказах заключается в том, что построение определённых фраз, использование определённых слов обращается к нашим каким-то очень глубоким слоям, к нашей памяти, скорее всего, родовой. И оттуда поднимаются те знания, которые мы просто забыли. То есть, используя определённые слова, нам уже не нужно ничего объяснять. У каждого человека образ этого слова уже наполнен определёнными смыслами, которые не имеют разночтений. Вот что, на мой взгляд, наиболее ценно сегодня. Мы стали путаться в словах, мы стали путаться в терминах, определениях. И из-за этого возникает масса каких-то ненужных споров, каких-то трений совершенно беспочвенных. И непродуктивных, я бы сказала. Поэтому вот эта форма, которую мы сейчас начали использовать, по нашему мнению, даст возможность всё-таки прийти к какому-то общему языку, к нашему языку, к исконному, который не разделяет людей, а наоборот свивает и даёт возможность к какому-то продуктивному совместному мышлению. Хорошо. И ещё у нас заявлена тема «Бог и я». Но исходя из того, что ты прочла, всё-таки формат так расширился. «Боги и мы». Вот почему именно ты решила расширить? Если человек воспринимает что-то своё, личное, своя рубаха ближе к телу, а то ты так вот сразу и переходишь на что-то большое, огромное. Может быть, самим бы надо было сначала разобраться, а потом там уже в общественное такое глобальное в Солуца залезать. Да, это один из таких, я бы сказала, наверное, даже ключевых на сегодняшний день вопросов. На наш взгляд, увлечение личным развитием на сегодня приняло уже какие-то, ну как бы даже не сказать, извращённые формы. Дело в том, что исторически, если мы посмотрим на то, что передали нам предки в тех же самых сказах, в сказках, в былинах, нигде и никогда не подчёркивалась важности вот этого персонификации, какого-то выделения Личности из общины, из рода. То есть всё-таки общая жизнь, общинная жизнь, родовая жизнь, она была в приоритете, и это было обосновано. То есть вот сказ как раз-таки и излагает концепцию о том, что это наш образ жизни, наш образ понимания. У нас ни один Бог и ни один Я друг перед другом стоящие. У нас есть пантеон богов, там целый ряд родовичей небесных, и также зеркально ряды родовичей земных. И вот это единство в небе, единство на земле и единство между ними, которое через обряд обретает плоть и суть свою проявляет. То есть не один на один мы и в мире, и в действиях своих, в свите родовичей, в свите и в единстве душ, в проявлении вот этого ряда, который усиливает, свивает силу, дает возможность утвердиться и в жизни, и на земле, и иметь какую-то базу, баланс, уверенность в своей жизни. Ведь в одиночку, ну вот сказ показывает, что происходит в одиночку. И это калька нашей современной жизни. Мы вот так вот оторвались от рода, мы забыли то, что есть единая правда, есть единый кон. У нас на сегодня даже поговорка бытует о том, что у каждого правда своя. Что значит «у каждого правда своя»? Это как раз-таки и говорит о том, что потеряли мы вот эту общую линию, забыли мы о том, что в единстве сила и нарочитое подчёркивание личного развития, личного общения, личного какого-то движения и роста, оно как раз-таки и выбивает у нас почву из-под ног. Нет, дорогие мои, нет. Личное важно тогда, когда нужно роду чем-то помочь. И вот тогда твои личные способности, твои личные возможности должны проявиться в полной мере. Но когда речь идёт о общем развитии и об общем существовании и вообще в принципе жизни, для Руси характерна общинность. Поэтому само по себе понятие «я» всегда было увязано с миром. Мир в смысле объединения родовичей. Всё решалось в миру и на миру. И взаимная помощь, взаимная поддержка, распределение каких-то обязанностей, выстраивание ряда жизни своей. Смотрите, вот в сказе, как семь поколений расписаны. Ведь у каждого поколения своё назначение. Ты доходишь до определённого возраста, ты решил одну задачу, у тебя выстраивается следующая задача. И нету никаких проблем этого среднего возраста. Человек не мается, он понимает, что вот он барьер перешёл, ему есть чем заниматься. У него понятный совершенно алгоритм движения. Никаких проблем со смыслом жизни не возникает. Не возникает никаких проблем с организацией себя и своей семьи. Потому что есть общая правда и есть общий вектор движения. И обратите внимание на такой интересный момент. Мы всё время о роде своём говорим как о прошедшем. Это то, что у нас за спиной. Вот здесь мы попытались изложить концепцию развития рода, представить себе тот образ, который может быть у нас впереди. Вот мы являемся родоначальниками. Мы в какой-то перспективе, в данном случае это около ста лет, станем пращурами. То есть мы закладываем род. Мы выстраиваем ту линию, благодаря которой родовичи нашего рода могут проявить свои способности, могут развиться до такого состояния, что встанут в единый ряд с родом небесным. Вот она связь. Вот через это реализуется как раз-таки вот эта линия «Бог и Я». Не личная просто так линия, а линия взаимосвязи, родовые линии род небесный и род земной. И вот это принципиальное отличие нашего понимания мира, нашего понимания Бога и богов от всех тех концепций, которые для нас инородные. Они несут в себе вообще принципиально другое отношение и к человеку, и к Богу, и к миру. Это не наше. Наша концепция — единство. Наша концепция — родовая сила, свитая сила. Вот об этом, собственно, сегодняшний разговор. Штамп единоличного развития для нас, можно сказать, является практически вирусной программой на сегодня. Да, ты должен развиваться, безусловно. Но для чего ты развиваешься? Ты развиваешься не ради самого себя. Ты развиваешься ради будущего. А что такое будущее? Это буду ещё я. А где я буду? Я буду в своём роду, который я выстрою, и который будет так жить, чтобы и достаток был, и благополучие было, и чтобы он не пресекался, чтобы было мне, где быть в будущем? Вот это и есть концепт Руси, концепт развития в свете. То есть вот этот луч, который протягивается через многие колена родовые, собирает их, направляет их, и даёт возможность продолжать жизнь. Причём продолжать жизнь в полной мере. Не выживать, не биться, как рыба об лёд, а полновесно, благополучно и красиво жить и радоваться этой жизни. Вот о чём, собственно, сегодня и хотелось донести, раскрыть эту тему немножко с другого ракурса. Алексей? Понятно. Но теперь надо отметить, что для нас, конечно же, важно и личное, и частное, но и общественное. То есть нельзя как-то одно от другого отделять, не забывать одно про другое. А нас всё время как-то из поломя до в другое во что-то втыкают, то у нас в частнике, то теперь какой-то общественный психоз. Начинается какое-то массовое действие. Неважно, это там Олимпиада, какой-нибудь там чемпионат или политическое какое-то дело. И прям массовый психоз. Разделение происходит по группировкам. Вроде бы люди вместе, а вроде бы друг против друга. Вот как ты можешь прокомментировать это? Что сегодня с нами происходит? Происходит то, что объединение должно происходить с определённой целью. И в любом случае объединяется кто? Тот, кто имеет нечто общее. Либо общая цель, либо общий какой-то уровень развития. А чаще всего одно вместе с другим смешивается. И когда объединяется группа людей с уровнем развития не очень высоким, то вот в этой группе начинают преобладать инстинкты и начинают преобладать идеи, которые характерны для животных. То есть какая программа у животного? Выживать. Причём выживать любыми способами. Как ведут себя животные в каких-то неблагоприятных для них условиях? Они защищаются, они нападают. То есть они ведут себя агрессивно. Поэтому то, что мы видим, это неосознанная реализация программы инстинктов. Кто и зачем её запускает, это как бы отдельный вопрос. В нашем случае мы говорим о чём? О том, что да, нам нужно объединение, но нам нужно объединение под определённую идею и на определённых совершенно чётких условиях. Наше объединение только в правде и наше объединение в коне. У нас есть кон, который гласит о том, что любое объединение наше происходит для продолжения жизни, для улучшения этой жизни, для того, чтобы приумножался лад. Соответственно, все иные цели и все средства, которые несут противоречие вот этой установке, они неприемлемы. То есть в концепции родового объединения заложена исключительно позитивная мотивация и механизм позитивный. Он не даст возможности вот этим зверушкам прорваться. Вот у меня такое понимание. Хорошо. Ладненько. Давай будем теперь смотреть, что же к нам прислали наши зрители и слушатели. Анжела, вопрос в эфир. Как понимать Великая Ма это богиня? Если так, то какая? В прошлый раз такой же был вопрос, ты на него удачно ответила. Как мы пошлем к прошлому эфиру или все-таки в этом эфире ты дашь расшифровку? Во-первых, можно послать к прошлому эфиру. Во-вторых, на сегодня уже прям даже есть сказ Великая Ма и род. то есть это прародители, это собирательный образ того, что было в изначале. Ну мне бы сейчас не очень хотелось прям обширно разворачивать, потому что большая тема, ну это прям тема отдельного эфира. Первый наш эфир был собственно посвящён вот этому первоначалу, тому, из чего мир начался. И в дополнение к этому эфиру на сегодняшний день есть ещё один сказ. Я надеюсь, Алексей, мы его, наверное, на сайте выложим. Вот, на вашем. Если надеешься, значит выложим. Главное, чтобы он попал в руки тех, кто выкладывает. У нас есть костяк выкладывающий, так что будете выложить. Ну, то есть в дополнение к первому эфиру на сегодняшний день существует уже, вот он написался, сказ «Ма и род». Ну, если есть желание, время, я могу его прямо сейчас зачитать. Ну, как бы эфир немножко про другое. Да, давай не будем сейчас уходить от того, что было прочитано. Лучше пускай читатели прочтут и займутся полезным для себя делом. Буковки заодно вспомнят. Ну, сказ достаточно интересный, с хорошим сюжетом, с большим разворотом, поэтому я очень рекомендую вот почитать его. Хорошо. А, кстати, у меня на странице он опубликован. Ну вот, кто ищет, тот всегда найдет. Так что ответ вполне очевиден. И если хочешь узнать, кто такая великая Ма, прочти этот сказ или на странице Марины, или в дальнейшем на странице Народного Славянского Радио. Мы же идем дальше. Джон Смит. Люба сказ слушать, да не все вразуметь получается по ходу. Предлагаю опубликовать словарь основных понятий, используемых в сказе, дабы слушатели неглубоко умудренные вон их понятиях осознать могли. Замечательно. Вот уже язык пошел в оборот. Согласна, терминология на сегодняшний день, я уже сказала, что это камень преткновения, на терминах мы залипаем и те слова, которые мы используем, это наши родные, несколько подзабытые просто слова. Они есть во всех классических словарях. Но если такая необходимость есть, мы можем опубликовать, у нас есть этот словарь, словарь тех терминов, тех понятий, которыми мы оперируем. Поэтому я принимаю эту рекомендацию, и мы подумаем, где и как это сделать. Хорошо. Андрей, реплика в эфир. Так и получается от единого целого, не фрактального, к великому множеству фрактальному, через меры яви, нави, прави, слави. И снова к единому целому. Да, именно так. Все верно. Я могу в подтверждении ещё раз прочитать те пункты, которые прописаны в коне. Всё есть целые части единого, в связи и в ладе со всем пребывающие, свитые мыслью едины. То есть это общий концепт единства мира. Мы с вами части, но при этом мы целые, мы достаточно автономно можем существовать. Но полнота нашего существования возникает только тогда, когда мы осознаём себя частью единого. То есть это закон всего мира, вообще всего мироздания. Все элементы, все частички мироздания между собой неразрывно связаны. Хотят они этого, не хотят они этого, они всё равно взаимодействуют и всё равно между всем во всём мире есть связи. Мы об этом говорили. Это принцип свойств и качеств, которые проявляются у всего, что есть в мире. Это была у нас, по-моему, вторая беседа. Так вот, когда человек ощущает себя просто единицей целым, это ещё не говорит о его полноте. Когда вот эта часть осознает себя частью единого именно во взаимодействии и в ощущении и в понимании того, что да, ты вот часть, ты винтик вот этой большой машины, ты неотъемлемый орган большого организма. И твоя работа безусловно важна для всего этого организма. Ты не можешь вывалиться, ты не можешь стать отдельно печёнкой от какого-то человека. Я утрирую, но образ примерно такой. Когда мы начинаем своё я, своё эго, свою персонализацию считать абсолютом, то примерно вот так получается, что из целого человека вычленили печень или желудок. Этот желудок начал существовать самостоятельно. Но это же смешно. Поэтому концепт о том, что есть нечто единое, очень сложное, очень многослойное, которое наполнено вот этими частями, он помогает нам понять суть мира и понять суть собственных действий, как их выстраивать, почему собственно нам нужно взаимодействовать, почему нам нужно как-то объединиться и что-то такое делать. То есть мы представляем себе сразу образ какого-то целостного организма, но проще всего нам представить самого себя и понять, кто ты в этом организме. У тебя есть определенные цели и задачи в этой жизни, у тебя есть определенные дары, которые тебе даны с рождения. И вот эти дары как раз таки и проявляют то направление, ради которого собственно ты здесь присутствуешь. То есть в общей картине мира твоя роль в том, чтобы ты реализовал вот эти свои дары, таланты свои. Они нужны для всемирия. Если ты их не реализуешь, ты не выполняешь программу и в общей программе всемирия даже может какой-то сбой произойти. Вот это и есть собственно картина целого и единого. И поэтому да, это основная мысль, что есть единство, в этом единстве есть какие-то части, но эти части обязательно должны ощущать вот это самое единство и в этом единстве пребывать. В нашем случае это единство с родом небесным. То есть когда мы говорим Бог и я, подразумевается боги и мы. Алексей? Да, я здесь. Русич, вопрос в эфир. Если в эпоху Калиюги все рода разладились, то с чего начинать налаживание в родах? Ну, как нам представляется, эта подсказка лежит собственно вот в этом сказе. То есть когда ты себе обрисовываешь образ того, куда ты идёшь, тебе более понятны становятся шаги, которые нужно сделать. Здесь совершенно конкретный практический расклад. Вот в этой сказке показано, что произошло, когда получился вот этот отрыв, разрыв поколений, когда Яромир выходит на берег реки и изумляется Лику, потому что ему никто ничего не рассказал. Это вот как раз и есть ситуация разрыва связи поколений. То есть он беспомощный, но он что делает? Он во-первых доверяет своим ощущениям, то есть Лик к нему с добром обращается и Яромир прислушивается к Лику, прислушивается к тому, что Лик ему сообщает и двигается в сторону каких-то позитивных действий для его рода. Он не ради себя начинает, ну ради себя в том числе, но как он это делает? Он не просит там лично за себя «Отдай мне Матреону, я пойду сам жить», это концепт нашей сегодняшней жизни, попросить за самого себя. Нет, тут разворачивается ситуация как раз-таки с точки зрения единства, то есть я один пойду жить с Матрёной и начихаю на родителей, на дядьёв и буду вот так вот и чахнуть, непонятно как. Или уйду в рот Матрёны вообще, и мой рот тогда вообще непонятно чем будет. Либо восстановятся родовые связи, либо восстановится правильный ход событий, и родовые связи будут укрепляться. На сегодняшний день мы находимся, конечно, в ситуации очень тяжёлой в том смысле, что не просто нарушены родовые связи, а связь между поколениями в большинстве случаев просто невозможна. То есть понимание картины мира настолько разное у людей, у просто поколений в одной семье, в одном роду, что какое-то свитие и продуктивное взаимодействие во многих случаях вообще невозможно даже. Что делать? Ну вот здесь как модель поведения изложена основная мысль — уважение к старшим. То есть как бы ты не был уверен в собственной правде, ты действуешь по своей правде, но ты должен проявить уважение к старшим, ты должен выстроить ситуацию так, чтобы никому в этой ситуации не было больно, обидно, чтобы не возникала какая-то ущербность ни в чью сторону. И посыл, который двигает каждым в этой ситуации, это восстановить лад, восстановить взаимодействие, восстановить ту ситуацию, когда всем становится комфортно и хорошо жить. то есть наша задача на сегодня вспомнить о том, что вместе действовать продуктивнее как минимум. Если говорить о родовых каких-то линиях, на сегодняшний день в полной мере это восстановить трудно, но стать родоначальником может каждый. Как это сделать? Простроить концепцию развития своего рода. То есть как здесь изложено прямо на семь поколений что и как должно происходить. То есть ты сегодня находишься на каком уровне? На уровне кормильца. Отлично! Ты знаешь свою функцию, ты понимаешь, что тебе делать. Ты понимаешь, что где-то в возрасте 45-50 лет, когда появляются внуки, ты переходишь на другую ступеньку и так далее. То есть здесь очень чётко расписано вот эта лесенка. В каком возрасте куда человек переходит, какие у него жизненные задачи. И не просто так расписано шесть поколений в интервале примерно где-то 20-25 каждое поколение мы считаем. То есть если человек осмысленно живёт, ведёт правильный образ жизни, поддерживает своё тело, живёт в чистоте и здравии, у него очень много шансов прожить более 100 лет. То есть вот эта развертка пращуры, живущие при своём потомстве, это возраст жизни где-то 125 лет. Это реально. На сегодняшний день это уже даже подтверждено многочисленными случаями наших современников. Та же самая Япония на сегодняшний день вообще впереди планеты всей, у них там этих долгожителей уже какие-то немыслимые количества оказались. То есть концепция жизни правильно выстроена. Питание и психологическое состояние. И человек живёт намного дольше. Но вопрос, а зачем он живёт и что он делает? Так вот в этом сказе предлагается алгоритм прямо действий для определённых жизненных циклов. Ты прошёл определённый цикл, ты вступаешь в новую роль. Это и есть твоё развитие личностное. Ты должен эту роль освоить. Ты должен набрать все те качества, которые тебе позволят реализовать эту задачу. Вот давайте просто ещё раз пройдёмся по задачам в обратном порядке. То есть сначала родители являются кормильцами. Они занимаются просто добычей хлеба насущного, они работают, кормят семейство, заботятся о материальном благополучии. при при этом если возникают какие-то вопросы высокого порядка, у них в силу их занятости, в силу их ещё пока небольшой зрелости и подготовки, ответов на многие вопросы может не быть. Соответственно, они обращаются через колено к прадедам, и те им могут подсказать в ситуации, что и как делать. на сегодняшний день можно сказать, что эта схема почти не работает, потому что мало у кого вообще есть по возрасту такие члены рода, родовичи. Но ко всему прочему ещё и не всегда можно сказать, что старшее поколение несёт необходимый багаж мудрости в этом плане. Что они тебе посоветуют, если ты к ним обратишься. Но это момент, скажем так, приходящий, потому что мудрость так или иначе просочится, так или иначе станет понятна многим, и можно сказать, что на сегодняшний день даже эффект сотой обезьяны нам в помощь. Постепенно идеи родовой мудрости и того, как правильно вести свою жизнь, они растекаются в обществе, они заполняют пустоты, которые образовались в итоге в результате искажения нашей системы ценностей. И понятия потихонечку выравниваются. То есть тот, кто хочет найти ответы, тот, кто хочет выстроить правильную свою линию жизни, на сегодняшний день уже может найти эту информацию и потихонечку начать выстраивать свою правильную картинку и набирать вот эту самую мудрость о том, как построить свой род, какие должны быть отношения, какой должен быть образ жизни, чтобы род его продолжался. И вот размышляя об этом, человек и выходит на то самое личное развитие, о котором мы говорим. Зачем ему лично развиваться? Да для того, чтобы вот эту мудрость накопить, для того, чтобы соответствовать своему возрасту и своему статусу в роду своём. Проживая сто лет, человек как минимум проходит пять колен своего рода, и в каждом колене у него своя какая-то определённая задача, которая требует от него определённого уровня личной подготовки, личного развития. Вот тут как раз и есть эта связка личное развитие и родовое развитие. Первое колено — кормильцы. Второе колено — деды после пятидесяти лет. Чем занимаются? Воспитатели они. Не родители воспитывают детей, а дедушки и бабушки детей воспитывают. И чтобы это происходило, у дедушек и бабушек уже к пятидесяти годам обязана сформироваться чёткая картина мира, чтобы они могли донести её до своих внуков. Следующее поколение чем они занимаются? 70-80 лет. Защитники рода своего. Как они род защищают? Они во-первых совет рода держат, то есть порядок в роду, соответствие кону, соответствие тому уряду, который принят в роду, они держат, сохраняют. Тут надо понимать, что когда происходит суета жизненная, далеко не каждый способен постоянно вот эту ключевую мысль держать в голове. В 70-80 лет человек уже структурирован, он уже выстроен, у него отпадает большинство вот этих суетливых моментов и вопросов, и его задача уже мыслить высоко. И вот через вот это высокое мышление, через высокий дух уже это поколение способно защищать свой род именно в смысле держать род в берегах кона, давать правильные советы, направлять правильно своих потомков. То есть вот туда нужно идти советоваться, вот там будут решаться все какие-то житейские сложные вопросы. Не знаешь, как поступить, иди советуйся прадеду. Следующее поколение, что там? А там хранители, там уже деятельность по сохранению тела и разума. То есть это вот родовые психологи, это родовые лекари, знахари и так далее. То есть они настолько уже накопили мудрости и всего опыта жизненного, что их задачей становится передавать вот это во все свои поколения и заниматься явно или неявно сохранением здоровья рода. Ну а прародитель, вот это поколение прародителей, пращуры, пращуры как глава рода, он хранит кон, он является хранителем духа. И фактически для своего рода он является вот тем самым ликом, представителем фактически Бога на земле. То есть к нему можно обращаться по самым сложным вопросам. Он направит тебя исходя из высоты и чистоты духа своего. И более того, когда человек достигает вот этого состояния чистоты, святости фактически, как вот здесь образ прописан, что столпы света, соединяющие род земной и род небесный, через эти столпы течёт благость на землю. Так вот именно пращур и держит этот столб непрестанно. То есть он основание рода. Вот этот образ столб свет огня. Он вроде бы такое литературное какое-то изложение, но на самом деле это практически так и есть. Если в роду такое счастье иметь вот такого светлого предка, он в текущей жизни, в текущем состоянии будет наполнять всё пространство и физическое, и тонкое вот этим своим светом, он будет духом рода. И вот это божественное уже состояние. И это предел тот самый, к которому должна стремиться Личность. Вот она задача развития Личности. Стать вот этим светоносным столбом, через который весь род получает благо и напутствие. А если теряет он это напутствие, если нет у него этой связи, то рот угасает. Вот мы опять приходим к связке, что такое Личное и что такое Общее. То есть наша концепция объясняет, зачем нужно личное развитие и как именно, в каком русле оно должно протекать. Алексей. Да, я так внимательно слушал тебя. Хорошо, давай попробуем дальше разбираться с тем, что у нас здесь в чатах появилось. Итак, дошли мы до вопроса от Русича и поняли, что ты очень долго на него говорила по поводу того, что у нас все разладилось и пора налаживать. А вот теперь Джон Смит вопрос такой прислал в эфир. можно пояснить, каким образом практически отличается развитие себя от развития в роду. Имеется в виду семья или общественные объединения в яве или все-таки связь с пращурами рода? Если ответил, идем дальше. Если есть что дополнить. Я думаю, вот эта развертка, которую я сейчас дала, это в том числе и ответ на этот вопрос. Я боюсь, ты уже дала ответ на все вопросы, которые должны прозвучать. Я уж не знаю, что мне делать, озвучивать или сказать, ну вот, друзья, в общем-то, вы и получили все вопросы. Ну хорошо, давай посмотрим еще какие-то аспекты. Давай, конечно, вопросы. А вдруг, да, а вдруг. Ну хорошо. Хаврушечка. Всем сказам сказ. Так тепло стало, теперь понятна сила богатырей, кто впитал силу и мудрость рода небесного и земного. Лучше из психологов уже советуют изобразить всех предков своих хоть портретно, хоть образно и повесить на стену и общаться, обращаться ко всем ним сразу. Ну, это действительно так. И вот здесь фактически изложен алгоритм и понимания, и действия, что это такое. то есть, когда мы разрываем цепочку вот где-то там бог, да, а вот где-то там я, то выстроить прямую связь довольно трудно получается. Уж очень далёкий этот бог и какой-то он такой вот, ну, не совсем понятный. Ну да, он любит, как он любит, что, как это проявляется любовь, забота. то есть, ну, трудно это осознать. Как-то приспосабливаться к этому надо, выстраивать какие-то лесенки ещё. И когда нет вот такого прямого для себя понимания, возникает необходимость в посредниках, возникает необходимость в тех людях, которые будут транслировать твою какую-то просьбу или твоё какое-то желание вот этому какому-то далёкому старцу с бородой. Когда мы понимаем, что есть непрерывная связь через поколение, что не один Бог там, а там рода божественные рядами стоят, и по каждому вопросу ты знаешь, к кому обратиться. И связь эта не прерывалась, мы о ней просто забыли. То есть через наших предков, через наших ближайших даже бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, мы реально можем выходить на связь в любой момент, когда нам это необходимо. И они с радостью нам помогут, они ближе туда. Вот они те посредники, которых нам не хватает. Не нужен чужой посредник, у тебя свой есть. Другой вопрос, что для того, чтобы вот эта связь реально работала, нужно себя настроить на это, на всё. Нужно доверять себе, нужно развить себя, свои ощущения, нужно доверять своим внутренним чувствам, устоям. Для этого как минимум их нужно осознать и почувствовать. Вот вам ещё один момент личного развития. Без того, чтобы привести себя в чувственное нормальное состояние, прямая связь может и не восстановиться. Мы смотрим в небо, мы видим там какое-то сияние, но мы не понимаем, кто это. У Яранира в этом смысле из сказа было доверие себе. Он смотрит и он действительно видит лик, он доверяет этому явлению. Мы сейчас посмотрим в небо, скажем, что-то там засветилось, НЛО летает, и пошли себе дальше. То есть у нас нет этого внутреннего доверия и внутренней веры в то, что мир един и в то, что наши предки с нами. Как только это понимание вернётся, как только мы примем это в ежедневный свой режим, что они в моменте здесь, здесь и сейчас, и перестраивается вся картинка. поэтому и психологи, и тренеры, и кто угодно на сегодняшний день об этом заговорили. Потому что да, у людей просыпаются эти возможности, у людей потихонечку раскрываются все вот эти тонкие состояния, люди потихоньку приводят физическое тело своё в нормальное состояние, происходит разгрузка от ненужных каких-то мыслей, от ненужных эмоций. Вот он путь. Это путь личного развития. Но для чего? Для того, чтобы вернуть свою чувствительность, для того, чтобы вернуть вот эту прямую связь. Вот картинка и начала выстраиваться. Да, действительно, вешайте фотографии, вспоминайте своих предков, если нет фотографий. Но в любом случае эти же предки у вас были, вы же почему-то родились. Значит, много-много поколений назад существовали. И нужно помнить, что каждый из нас есть точка перехода от прошлых поколений к будущим поколениям. И вот эта картинка, которая здесь обрисовалась, посмотрите, это ведь даже математически интересно. Если у вас есть четыре ребёнка, которые остаются в вашем роду и также имеют по четыре ребёнка. Первое поколение четыре, второе шестнадцать, третье шестьдесят четыре, четвёртое двести пятьдесят шесть, а потом уже больше тысячи. Вы представляете, то есть вы в течение своей жизни можете увидеть тысячу своих потомков. Это, кстати, вопрос в том числе, например, к обустройству родовых поместьй. Мне, например, немножко странно, когда говорят родовое поместье в один гектар. Это о каком роде идёт речь, о каком количестве родовичей и о скольки поколения. Вот в тексте есть такая цифра, что на одну семью минимальное количество земли три десятины. Десятина это чуть больше гектара. Ну, вообще говоря, это взято не из воздуха, это вполне реальная величина, которая в дореволюционное время реально существовала. То есть в момент, когда закончилась крепостное право и крестьяне выходили из крепости, считалось, что минимальный надел земельный для продолжения жизни семьи это три десятины. Это считалось минимум. Кстати, это точка отчёта, когда родовой устой был порушен окончательно, потому что крепость не крепость, но жили общинным принципом. Так вот, к вопросу о родовых поместьях. Хорошо, у вас есть гектар, вы сами со своей семьёй на нём как-то обустроились, ваши дети, дай бог на сегодняшний день трое, привели свои семьи. Ну, самый позитивный вариант развития, что вы будете делать, как вы будете жить. На этом гектаре поставите ещё три дома. Хорошо, место вроде бы есть. Чем занимается ваша семья, как она действует, чем она кормится, какой род занятий она использует. Следующее поколение, при условии, что в каждой семье три ребёнка, вырастает уже ещё девять семей. Они нигде будут. Уже гектара тут может не хватить. Поэтому здесь ещё такой момент к размышлению о том, насколько чётко мы себе представляем образ будущего. Когда мы заявляем, вот я поеду и заложу родовое поместье, подразумевает, что ты мыслишь в режиме не десяти, не пятнадцати, даже не пятидесяти лет, а тебе нужно продумать вектор развития в режиме примерно сто лет и понимать, дать понимание детям своим, куда и как двигаться. Для этого ты сначала сам должен это понять, а потом транслировать ещё всем следующим поколениям. Вот тогда ты и становишься родоначальником. И цепочка выстраивается, замыкается вот эта связь Бог и я. Алексей. Эка ты прошлась там по родовым поместьям. Но на самом деле, когда приезжаешь в родовые поместья и видишь, как там обустроено в подавляющем большинстве, то почему-то становится печальным. Дело в том, что я с этой темой очень близко связана. Я для тех, кто не очень в курсе, могу сказать, что моя деятельность основная архитектура. И в силу специфики я преимущественно связываюсь именно, ну как-то вот выстраивается очень много у меня как-то заказов и отношений с людьми, которые пытаются поменять свою жизнь, изменить концепцию строительства, изменить концепцию обустройства своей жизни. Почему они это делают? У меня есть определенный личный опыт и плюс мне в свое время привалило такое счастье достаточно долгое время общаться с Анатольфовичем Черняевым. Вот. А Черняев, ну в общем-то, как раз в родовых поместьях и стал известен и начал читать свои семинары и его лекции, которые на сегодняшний день очень популярны в сети, собственно, с родовых поместьей начинались. О чем он там вещал? Ну, ключевая тема, которая была всем интересна, это русские сажени, как устроить гармонично свой дом. Что сделала я в этой теме? Помимо того, что произошли определенные наработки и расширения темы самих сажений, плюс еще выполнены очень большие, очень глубокие исследования на предмет, как вообще была организована жизнь, как устраивались дома, как устраивались поселения, какие характерные особенности для регионов. Вот эти все сведения в итоге вылились в цикл семинаров «Ладный дом». И плюс на сегодняшний день существует система ведического понимания, как должен быть обустроен не только быт, но и пространство для нормальной жизнедеятельности. То есть пространство дома, пространство двора, пространство поселения и пространство в целом того региона, в котором человек предполагает жизнь. То есть вот эти концепции, которые сейчас излагаются родовые, нужно понимать, что они увязаны с очень большим комплексным знанием и пониманием о том, как жили предки и какие элементы этой жизни являются чистым и правильным следованием кону, а какие наносные и чужеродные. Вот чем мы занимались. И на сегодня я могу уверенно сказать, сказать, что существует свод правил, которые являются достаточно чистыми, без искажений, несущими то знание, которое необходимо для устройства жизни своей, жизни своего поселения и в целом концепции организации жизни вообще в социуме. Ну, я думаю, это будет, наверное, тема каких-то отдельных наших еще эфиров. Вот, это сейчас такая, немножко экскурс о том, почему я так уверенно об этом говорю. Понятно. Это моя специализация, это моя тема. Понятно, да, я думаю, что нужно будет нам поднимать какие-то вопросы, а может быть, не просто так по отдельности вопросы, а серию передач делать по тому, как обустроить свое жилье на земле, потому что у нас, к сожалению, к огромнейшему сожалению, люди очень добрые, очень доверчивые, часто хватаются за какую-то идею, которую какой-либо теоретик просто высказал. И поскольку они очень доверчивы добрым мыслям, они эту идею теоретическую пытаются воплотить в жизни. Ну, а поскольку они сами, как показывает практика, большинстве своем люди городские, которые никогда с землей не общались, кроме как выехать на пикничок и погулять там по травке или полежать на ней, то возникает, исходя из этого, множество потом проблем. Не колосятся какие-то зерновые, не растут кедры, так как должны расти, рыбка почему-то в пруду не плещется и пересыхает сами пруды и много-много чего другое. Да и дом построенный рассыпается или кто-то приходит его ломает. В общем, вопросов больше, чем ответов и в большинстве поселений, еще раз говорю, смотрится это очень-очень ужасно. Люди как-то там превращаются в дачные какие-то кооперативы, вот эти все поселения, люди вроде бы добрые, вроде бы светлые, а дети почему-то оттуда уезжают, их дети родные и обратно не хотят приезжать. В общем, вопросов много, много вопросов. На мой взгляд, как бы глубинная вот эта проблема вот таких поселений это отсутствие целеполагания верного. то есть да, безусловно, надо быть жить в добре, надо общаться с природой, все это правильно, все это хорошо и сама по себе вот эта концепция ничего дурного в себе не несет. Но вопрос в том, что она не полна, а неполная информация знанием стать не может. Без знания ты не можешь вести какую-то свою деятельность. В чем отсутствие полноты? в том, что не прописана концепция нашей жизни. Зачем мы живем, собственно, ради чего ты уходишь на эту самую землю? Для того, чтобы тебе самому и твоим ближайшим деткам стало хорошо? Это концепция личного развития, я еще раз подчеркиваю. Это не путь Руси, это навязанная программа. у нас нет концепции просто личного развития и не было ее никогда. Она не обоснована для нас. Только при условии, что объединяются силы рода, что управление в роду выстраивается по определенным правилам. Причем обратите внимание, вот в сказке был еще такой интересный момент, когда прадед решил уехать на новые земли, взяв свои несколько поколений. Смотрите, какая связка. Я могу вам еще раз зачитать этот текст. Он не сам уехал и не со своей семьей, личной семьей, а он взял три поколения своего рода, 20 семей. То есть количество меньше, чем 20 семей пытаться организовать какую-то самостоятельную жизнь крайне сложно, что и произошло с его сыном. Вот дед Яромира выделяется отдельно и со своими четырьмя сыновьями пытается что-то там обустроить. Но это уже и физически сложно, и материально практически невозможно. Что делал прадед? Вот я зачитываю текст. Так прадед Яромира поступил. Собрал он совет рода, изложил желание свое, желание о выходе и поиске новой земли, отдельном проживании. Совет его поддержал, одобрил, да часть его из общего коша рода выделил для обустройства на новом месте. Прощур ему напутствие дал, по правде жизнь строить, род свивать, землю беречь, предков чтить, с небесами связь держать. Взял он свою ветвь рода около двадцати семей детей своих до внуков с правнуками и пошли они новое место роду своему искать. Присмотрели недалеко, не близко, а так, чтобы связь со своими не прерывалась, да и осели на новое место. То есть тут сразу несколько линий интересующих нас выстроено. Первое, что у рода общий кош. То есть это вопрос уже экономической схемы существования рода. Какие вообще виды собственности на сегодня мы знаем? Мы понимаем, что есть частная собственность и мы понимаем, что есть какая-то общественная собственность, общая собственность, да. Объективно существует ещё вид собственности личный. так вот схема рода нормального по вот этой концепции подразумевает, что да, есть личная собственность, ваше хозяйство, ваши какие-то личные вещи, там дом, ну вот то, что лично для вас и вашей семьи необходимо. Что такое частная собственность? Частная часть, часть общего, да. На сегодняшний день частная собственность превалирует, она стала основной, потому что концепция вот этого единоличного проживания, единоличной деятельности, сам себе хозяин, она и подразумевает, что ты часть свою забрал, выделился и ушёл. Это частная собственность. Но у рода должна быть общая собственность, общественная. И в первую очередь в эту общественную собственность должны входить средства производства. И только в этой ситуации, когда средства производства общие, а не частные, что происходит? Весь продукт, который производит род, весь результат труда делится справедливо на весь род. И вот эта схема принципиально отличается от той, в которой мы сейчас живём. Не каждый там ковыряется в своём каком-то мелком бизнесочке и пытается какими-то кредитами куда-то вылезать. Нет. Как они жили? Чётко же описана ситуация. Дома всем светлые, да простроенные строили. Кто строил? Да сами себе строили. У них свои артели, свои ресурсы. То есть дальше в домах и в хозяйствах достаток да порядок, красота да благолепие кругом. Однако без излишка по разуму да по совести всем, по уряду, малому да слабому покров и защита. То есть социальный пакет зашит внутри рода. Весь как говорят добавочный продукт, который не усваивается родом по совести и по уряду, он остаётся в роду как вообще собственный банк. И этот банк обеспечивает и социальный пакет, и развитие самого рода, наращивание производства и так далее. То есть эта схема на сегодняшний день почему-то отлично работает практически у всех национальностей. Вот у всех есть какие-то общие родовые деньги или средства даже надродовые. У нас почему-то это забыто, этого нет. Почему я даже не хочу рассматривать этот вопрос? Мне это неинтересно. Мне интересно восстановить это. Мне интересно вспомнить об этой схеме и попытаться её донести, что вот он инструмент, через который мы отвязываемся и от кредитов, мы отвязываемся от зависимости от всяких, мы выстраиваем свою собственную систему самоуправления достаточно сбалансированную и правильную для того, что нам необходимо. Но ключевой момент в этом во всём какой? Мы должны чувствовать себя хозяевами. Вот это состояние хозяина на сегодняшний день это самая большая проблема. Потому что даже если тебе в руки и даётся что-то, ты себя всё равно психологически не чувствуешь хозяина, мы забыли, что такое хозяйское отношение. И вот эти самые родовые поместья, куда люди уезжают ради блага, ради добра, ради света, там ключевой момент тот, что люди не понимают, что такое хозяин, помимо того, что идёт исключительно единоличная программа развития. Вот такие столпы, скажем, понимания, без которых изменить текущую ситуацию наверное не получится. Хорошо, я думаю, об этом поговорим в других передачах. Сейчас осталось у нас три вопроса зачитать, насколько я вижу. Первый от Хаврушечки. Благодарность и низкий поклон за глубокое основание и знание для семейных родовых советов. Как же они нужны для жизни, счастливы для воспитания детей? Русич, вопрос в эфир. А как же варновая принадлежность труженики и хозяева не поймут конные или могут их не так воспринимать? Сколько у нас есть времени? Ты меня попугиваешь, ты решила до утра отвечать? Ну, просто вопрос настолько объёмный, что ну, как бы варновая система уже рассматривалась в отдельных эфирах вот в прошлом позапрошлом году, да? У меня тоже были публичные выступления и непубличные выступления по этому поводу. Всё, что касается варн, сословий, тема, скажем так, животрепещущая, и в ней очень подробно необходимо тоже разобраться. я думаю, мы уделим этому время, я могу даже сказать, когда это произойдёт, у нас эта тема прописана, это будет восьмая тема, ну, всего-навсего через одну. в общем, потерпите чуть-чуть и всё откроется. Да, то есть, ну, я просто боюсь, что если я сейчас начну её разворачивать... Это мне надо бояться, а не тебе. Это будет сложно. Хорошо. Я думаю, что здесь простой ответ должен быть. Труженики и хозяева как раз коны-то и поймут. Вот они-то как раз коны и поймут. А вот те, кто чуть-чуть пониже находятся, вот там с определениями, с понятиями бывает сложновато. А вот всё, что от хозяев и тружеников повыше, то да, то нормально всё. Давай дальше тогда. Александр, в эфир не согласен, может быть и некомфортно, но при этом счастливо по правде, по совести и в ладу с природой. А с чем не согласен, не понимаю. Александр не написал, с чем он не согласен. Он просто сказал, а я не согласен. Ну вот как-то так. Идём дальше тогда. Ну тогда это не вопрос, наверное. Это просто реплика о том, что... Это утверждение. Да, это реплика утверждения, что, мол, я не согласен. Есть у нас несогласные товарищи. Идём дальше. Хорошо, это нормально. Это очень хорошо. Владимир Азматич к тебе обращается. Здравия всем радиослушателям. Марина, мне есть, что сказать своим детям, но не знаешь, с чего начать. Хорошее начало. Начнёшь издалека, не дослушают. Скажешь коротко, не поймут. Поэтому я просто молчу. И такое дополнение. Что делать? Начинать сказки рассказывать. Для начала короткие. Так или иначе, всё равно выстраивать какую-то линию для детей нужно. И первое, что воспринимают дети, это модель нашего поведения. То есть объяснить что-то объёмное при условии, когда человеку или ребёнку это ещё не очень нужно, это достаточно тяжело. Для того, чтобы человек воспринял информацию, он должен до неё созреть, у него должны возникнуть вопросы. Поэтому детям не надо навязывать какие-то темы. Им нужно отвечать на вопросы. А чтобы у детей вопросы возникли, нужно создавать ситуации. Первые ситуации, которые мы для них создаём в познании мира, это собственный образ жизни, собственное поведение, какие-то действия, которые для них могут быть понятны или непонятны. Какие-то ситуации, в которых вдруг что-то у них цепляет. И вот тут начинаются какие-то разговоры, вот тут начинается собственно завязка тех самых объяснений. То есть любой повод, любое событие, которое происходит в семье, которое у ребёнка происходит, это уже предмет развернуть перед ним кусочек картины мира. А там уже дальше, как сказка «Тысяча и одной ночи». Ты чуть-чуть информации дал и дал крючочек, недосказанность какую-то. Ребёнок походит, погуляет, подумает, придётся следующим вопросом. Вот в моём понимании так происходит. Потому что, когда насильно напихиваешь, конечно, будет скучно. Он ещё до этого не созрел, ему это ещё не нужно, а ты в него уже это запихиваешь. Не запихнётся. Понятно, что это неправильный ход и не нужно это делать, это противоположный результат будет иметь. Это точно. Надо ребёнка заинтересовывать и никогда ничему его не учить, потому что всё равно он сделает так, как делаете вы. И ещё, персонально Владимиру. Владимир, никогда карапузов дубиной в постель не загоняй. Потому что... Я-то не просто так говорю. Владимир понимает, о чём я говорю, вернее. Потому что всегда они повторят с тобой то, что ты делал с ними в детстве. Наступит момент, и дубины будут висеть над тобой. Итак, все вопросы мы прочли, все реплики озвучили, и теперь пришло время нам подводить итог сегодняшней нашей встречи по пятому уроку. Так что, пожалуйста, подводи черту. В качестве завершения нашей беседы я хотела бы вернуться в самое начало. Название нашей беседы «Бог и я». И то, что мы сегодня рассмотрели, это какой-то такой новый, может быть, для многих необычный ракурс взгляда на эту тему. мы предполагаем, что ракурс этот кем-то будет воспринят, кем-то, может быть, и не будет воспринят, потому что идея личного прямого общения с первотворцом, она достаточно долго существует в нашей культуре и укоренилась достаточно основательно. Сама идея о том, что Бог имеет много ликов, она не всеми воспринимаема. И идея о том, что я лично не вполне ответственен только за себя или у меня есть еще какие-то ответвления обязанностей, что я не я тоже вызывает вопросы. То, что личное развитие это скажем так не цель, а средство, опять же для многих людей может стать какой-то такой диковинкой. но я надеюсь на то, что вот эта концепция все-таки будет воспринята не Бог и я, а рода земные и рода небесные, Боги и мы. Вот это наша концепция. Вот это наш путь действительно развития и вариант выхода из той ямы, в которую мы провалились. Поэтому я надеюсь, что эта концепция будет услышана, понята и принята к реализации. Вот такое мое слово. Хорошее твое слово, хорошее. Ну что ж, а мне остается в заключении скромно напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 14 марта 2018 года среда. По одному из старинных 13 дней места пробуждения природы 7500 до 6 лета вторник. Уроки мудрости урок пятый бог и я или как выяснилось боги и мы автор сказительница Марина Макарова. Низкий поклон тебе Марина, встретимся через неделю, а нашим слушателям и зрителям просьба придумывайте вопросы заранее, чтобы потом не сказать ой, вопросы больше не принимают, а я вопрос задать не успел или не успела. И если у вас есть какие-либо пожелания и предложения по поводу улучшения радио, по поводу того, чтобы как-то продвинуть или включиться в команду очень нашу дружную и увеличивающую с каждым днем, пожалуйста, милости просим, обращайтесь, будем общаться и вместе будем делать мир лучше. на 7 я с вами прощаюсь, напоминаю, что сегодня мы слушали еще раз пятый урок из серии «Уроки мудрости», которая называлась «Бог и я» и проводила Марина Вакарова, с вами был Алексей Орлов, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова